А вы? Есть на этой фотографии? А я вот. Вот это вы, да? Ага. Младший, фирмен. 70 лет прошло уже, да? Больше 70 лет. Василию Михайловичу Горбунову 97. Родился он в селе Казанково Кемеровской области. Сейчас живет в Барнауле в семье дочери. Каждое утро делает зарядку и ходит с палочками для скандинавской ходьбы. Я секретом могу сказать такой. Какой? 98. Какой? На саде он беспровол был. На фронт Василия Михайловича призвали в 43-м году, когда ему исполнилось 18 лет. Служил на Дальнем Востоке, освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Вся страна не забывает сказать спасибо людям вашего поколения, всем, кто воевал, всем, кто защищал, всем, кто потом восстанавливал страну. Это наша история. И если бы пошло по-другому, и нас бы не было, наверное. А если бы были, то уж не знаю, где бы мы сидели. Вот поэтому это мы помним всегда. Помним. В честь праздника Победы специально для Василия Горбунова организовали праздничный концерт у дома. Ну а этим ветеранам накануне Дня Победы пришлось подлечить здоровье в госпитале. Поздравить пациентов по давней традиции приехал губернатор. В ходе визита глава региона проверил состояние госпиталя после капитального ремонта. Очень хорошо. Телевизор, все есть, еда, обеспечение хорошее. Никто работать не доставляет. Как дома работать, доставая. Отношение хорошее. Недавно в госпитале открыли пульмонологическое отделение и кардиологическое на 30 коек. Кабинет хронической сердечной недостаточности и две новые операционные. Это новая у нас операционная. Здесь совершенно новая эндоскопическая стойка. У нас здесь лазерное, лазерное оборудование. Оборудование позволит выполнять операции на мочеполовой системе и органах брюшной полости. А также расширит спектр услуг, таких как ликвидация камней и удаление опухолей мочевого пузыря. Автайский край у нас эндемичный, поемка мочекарного болезня. Поэтому потребность очень большая. Пациентов очень много. Союзов к нам приезжает. Данное оборудование позволит ускорить госпитализацию больных, оказать им помощь соответствующую. Данное оборудование эндоскопическое, малонавязивное. То есть операции такие. Поэтому реабилитационный период пациентов будет короче намного. При открытых операциях раньше пациента лечили 10 дней. Сейчас же не дольше 7. В день проводят от 3 до 6 операций. Виктор Томенко откликнулся на просьбу начальника госпиталя и дал поручение Минздраву региона выделить средства на закупку нового реабилитационного оборудования на сумму более 6 миллионов рублей. Юлия Щепина. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова